Спасибо за победу! Сотрудники агентства «Хабар» говорят и танкисту Ситкасыма Буранкулову. Герой нашего следующего сюжета – участник боев на Курской дуге. Поздравление и подарок от имени всех сотрудников медиахолдинга, перечисливших свой однодневный заработок на подарки фронтовикам, передала Ульнара Умарбекова. Спасибо за победу! Этими словами, в которых заключено очень много, и чувство благодарности, восхищения за совершенные подвиги и мужество, мы вручили ветерану подарок от агентства «Хабар» – телевизор. У всех наших героев своя судьба, но вот о войне каждый из них вспоминает с одинаковой болью. Сколько фронтовых товарищей погибли на глазах, а им, оставшимся в живых, повезло. Они с победой вернулись домой. Мы не думали, что живы останемся. Всегда был смех перед глазами. И думали, когда мы погибнем. Ну, было меньше, что как бы живем, походить по казахской земле. Сид Касым из того поколения мальчишек, которые в 41-м окончили школу, выпускной бал и начало войны. Он был сразу призван в армию. Окончил Сталинградское танковое училище. Получил звание лейтенанта танковых войск. Кто служил в армии, ролл танковых войск знает. Это самое грозное вооружение. Где танки, там говорят победа. Пехота закрепляет эту победу. Сид Касымаха до сих пор хорошо помнит первый бой. Было это под Воронежем. А потом сколько их было. Он гордится, что участвовал в самом крупном танковом сражении на Курской дуге. Последнее ранение получил почти в конце войны. Победу встретил в госпитале в городе Горький. Когда вернулся домой, работал в партийных органах. Участвовал в освоении целины. Поступил в аспирантуру. Наука всегда была его мечтой. Преподавал в политехническом. Сейчас ветерану 94, а его супруге 85 лет. Вырастили шестерых детей. У них 15 внуков, 20 правнуков. Страшно подумать, говорит ветеран, что если бы я не вернулся с войны, ничего этого не было бы. И не думайте об этом, говорим мы. Все так, как оно есть. Вы вернулись с победой, и спасибо вам за нее. А тем, кто не вернулся, великая память. Гульнару Марбекова, Гульжана Инабекова, Ирлан Абжанов, Алматы.